Друзья, всем привет! Как вам моя шапка Мономаха? Идет 235-й день службы в армии, и он прекрасен, потому что я нахожусь в увольнении. Это второе мое увольнение, на которое я вообще не рассчитывал, но удалось выбраться. Вчера мы даже посмотрели фильм под названием «Зеленая книга». Советую посмотреть фильм про американского музыканта. Несмотря на то, что раскрываются очень серьезные темы дискриминации, расизма 60-х годов, вот эта вся атмосфера Нью-Йорка, Америки присутствует в фильме и очень вкусно снята. Не зря дали Оскар в главных ролях. Чувак похожий на Фаррелла Уильямса и Самара Горн, которого вы точно не узнаете. Посмотреть стоит, потому что фильм смотрится на одном дыхании, есть много хороших мыслей, посылов, поэтому как музыкант я вам говорю, это стоит посмотреть, сходите. Сегодня, прямо сейчас я отправляюсь к музыканту-рокеру Димми Мелизом, который, кстати, сейчас записывает новый альбом, наверное, уже свой, скоро он выйдет. Посмотрим, на каком этапе находятся записи, сведения данного альбома. Ребята, вы первые, кто видит обложку следующего альбома «Maincore» или «Mancore»? «Mancore» «Mancore» «Puzzle». В общем, ребята уже доделывают альбом, и точнее, Дима все делает. И до 4-го числа сведение будет закончено, но когда вы услышите альбом, об этом никто не знает. В общем, идет процесс к записи кавера «Люби меня, люби». «Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая». Друзья, привет! Ну вот и подошло к концу мое второе увольнение, которое я провел довольно продуктивно. Вчера все-таки удалось снять, кстати, кавер, посвященный 8 марта на песню «Люби меня, люби» «Гречки». Его можете прослушать, пройдя на канал Хижина Музыканта. Все для вас. Разбор песен тоже уже вышел, скорее всего. Но сейчас мне нужно отправляться обратно в часть. Для этого нужно поехать на метро, потом на электричке, потом на автобусе. Короче, длинный путь проделать. Что в пятницу, что в субботу. Пришлось поездить. Возвращаться, конечно, обратно совсем не хочется. Сейчас грустненько немножко, но терпимо, потому что дни идут. Уже чувствуется уверенность, что служба приближается к концу. Осталось где-то 129 или 128 дней. И самая главная новость. Мы с оркестром поедем на главный парад страны 9 мая. Так что будем учить 45 маршей. И скоро мы отправимся на репетицию. Потому что репетиция начинается за полтора месяца до самого парада. Будем ежедневно просыпаться. Ежедневно репетировать совместно с остальными оркестрами из других частей. И будет очень интересный опыт. Я этого хочу. До этого момента я думал, служба у меня на 90% вообще бессмысленная. Но если в моей жизни пройдет такое событие, как парад, я буду считать свою службу на 65% осмысленной. Ну, так сказать, небессмысленной. Такие дела. Ну что, сейчас я стартую. Армия не самое легкое время. Я это знаю. Но все равно продолжаю работать и предпринимать действия для достижения своей поставленной цели. Я от всего отстраняюсь. Даже службу не воспринимаю всерьез. Потому что в голове у меня более серьезная тема. Более серьезные мысли и цели. Мир это свободное пространство, куда ты приходишь, чтобы построить свою жизнь. Это как в Майнкрафте. Берешь лопату, берешь кирку и давай строить. Сначала шалашик, потом домик, а потом и целый замок. Все, что тебе нужно, это желание работать и умение мечтать. И тогда не будет границ. Сейчас у нас такое время, что у нас есть все, чтобы наши мечты стали явью. Ну, абсолютно все. Есть интернет, есть все возможности. Книги, компьютеры, гаджеты, техника, камера. Абсолютно все. Ум, в конце концов, навыки. Но возникают в жизни ограничения, препятствия, какие-то обстоятельства, которые не дают нам двигаться вперед. Вот армия стала для меня таким вот ограничением, когда я не мог расти ни творчески, ни саморазвиваться. Но я не опускал рук и работал с тем, что у меня сейчас есть под рукой, прямо сейчас вот здесь. Как вы понимаете, здесь это армия. Это ты все время в напряжении, на подрыве. Потому что в любой момент может открыться вот эта дверь, и оттуда может зайти человек, который спалит меня с аппаратуры. Что я хочу сказать, даже в этих суровых, тяжелых условиях можно найти время для реализации своей цели, своих желаний. Именно своим примером, находясь на данном этапе жизни под названием армии, я хочу показать вам, что в этой жизни нужно иметь безумную мечту и любимое дело. И когда наступает черная полоса жизни, трудные времена, вспоминать тот самый день, те самые ощущения, когда вы приняли, только-только приняли решение двигаться к своей мечте. И когда вот будет хреново вспоминать тот самый день, и он как патронус будет возвращать энергию и вдохновение, вновь продолжить путь. Потому что такие дни бывают нередко. В моем случае, когда я буду собирать стадионы, и когда тысячи людей будут в один голос петь со мной мои песни, я смогу сказать, что проделанный путь был не зря. Есть такая фраза «Самое темное время перед рассветом». И если в нашей жизни сейчас что-то не так, какая-то темная полоса пошла, знайте, что даже в этой ситуации нужно маленькими шажками двигаться. Главное не останавливаться. Светлые времена придут, потому что все, что вы делаете, окупается в несколько раз. Мечтаем и работаем. Всем пока.